здравствуйте дорогие зрители друзья и подписчики просто любители вышивки сегодняшнем выпуске я хочу вам показать две свои завершенные работы некоторые свои покупки первую работу которую хочу представить это набор от компании анкор май коллекшн вот такой красивый орел с 3d эффекта да да я его завершила я очень рада хочу с вами поделиться этой радостью получилась великолепная потрясающая работа очень масштабная эпическая очень красивая по палитре и по композиции размер готовой работы 60 на 45 после стирки работы немножечко села но общий масштаб работы сохранился конечно совершенно роскошная работа я здесь сделал некоторые изменения мне кажется это были ошибки в схеме хочу с вами поделиться значит первая замена который я сделала крестик находится в схеме на листе f и находится этот значок вот в этом секторе вы можете сделать стоп экран сделайте себе скрин а на будущее если вы планируете вышивать эту работу может быть вы тоже решите сделать эту замену значок я выделал красным цветом это значок т вышивался он вот в этом районе на светлом фоне это был довольно темный значок который вышивался вот 381 номером ниток он довольно выбивался и меня это смущало и я заменила на номер 361 и в схеме это значок выглядит как четверочка вот такой вот небольшой у нас есть факт и еще одна замена формат d и с д и находится этот значок вот в этом секторе я тоже выделила его красным значком это такой черный треугольничек этот цвет у нас вышивается вот в этом районе и этот значок у нас вышивается 400 первым номером вот такой вот темно-серый там совершенно нет ни одного цветного значка в такой палитре в основном здесь вышивается гамма коричнево-бежевая и вот этот вот серый значок там но совершенно неуместен и я заменила его на номер 357 вот такой вот значок он там там рядышком идут такие же значки поэтому там все смотрится уместно по этим заменам и относительно вот этого участка скалы он меня смущал потому что он сливался со вторым планом с фоном и я выделал эту скалу бэкстичем номер 400 этим значком вышивается такой красный треугольничек и я взяла этот же цвет на бэкстич в принципе можно взять и более темный как например 401 но 400 тоже хорошо смотрится потому что здесь нужен такой переходный оттенок между вторым планом и скалой вот такие вот у меня были небольшие изменения в схеме я надеюсь это поможет вам в будущем при вашей работе но в общем результат мне очень нравится я очень довольна что я все-таки завершила эту работу я в предвкушении в оформлении и надеюсь что я ближайшее время уже смогу увидеть эту работу оформленную и красиво и красиво оформленную в интерьере вторую работу которую я хочу вам показать эта работа сэмплер белавт я вышивала на голубом и дне шелковыми ниточками глориана и давайте посмотрим что же у меня получилось вот такая вот красивая работа она очень большая она не умещается вся в камеру поэтому вот так там положу по диагонали вот такая у меня получилась красивая вышивка очень нежная вышивала я ниточками шелковыми от глориана цвет называется fresh snow у меня расход на эту работу ушло восемь с половиной моточков я считаю это очень экономно у меня получилось я рассчитала что идет около 9 10 но вот восемь с половиной и также размер получился довольно большой 74 сантиметра в длину и 28 в ширину сейчас я немножечко уточню по моему там 28 работа конечно очень интересная до 28 и очень красиво смотрится немножко у меня были какие-то знаете недочеты по калькуляторам в интернете эта работа должна была получиться на 4 сантиметра больше вышивала я на 32 каунте цвет оси спрей и почему-то на нескольких калькуляторах на разных веб-сайтах показывает ошибочный размер у меня работа получилось меньше чем показывают калькуляторы не знаю чем это связано но вот такой вот фактор есть давайте поближе посмотрим что же у меня здесь получилось здесь должна была быть должно было быть мое имя именно вышивальщицы но я решила вышить такую фразу два сердца одна любовь на английском языке и давайте посмотрим разные сегменты как же красиво это все смотрится мне очень нравится этот сэмплер он очень сюжетный совершенно роскошно смотрится и он здорово смотрится в любой светлой комнате вот такие вот красивые амуры роскошные голуби корзинка с цветами красивые уголки розы роскошная кружевная рамка очень красивая работа я пробовала посмотри как она смотрится в интерьере например голубой комнате такое ощущение возникает что как будто голубой фон пропадает и остается как роспись белым цветом на стенах вышивка прямо сияет очень красиво смотрится тот эффект который я ожидала от этой от этого сюжета я в общем то как раз и увидела готовые вышивки я очень рада что я заменила основу поменял цвет ниток и конечно очень здорово смотрится и надпись вот такой вот красивый абсент любви получился с одной стороны здесь идут а симметричные вазоны потому что сюжетно симметричные но в то же время они разные бабочки где-то в одних местах одинаковые а вот если вниз спуститься то здесь уже бабочки уже будут другие они будут отличаться очень красивый дизайн мне он очень нравится и конечно совершенно роскошная получилась основа он у меня дома смотрится очень знаете такой не яркий а очень элегантный думаю что оформлять буду светлую раму конечно обязательно вам покажу что же у меня получилось вот такой вот красивый сэмплер у меня появился в коллекции и я планирую уже следующую работу я ее уже начала а вот этот вот сэмплер вот рифлю десва и буду вышивать по такому же принципу на голубой основе шелковыми ниточками глориана хочется чтобы этой работы были какие-то парные сюжеты и я думаю что получится очень красиво эти у меня складочки это складки от того что был сложен ли он но при натяжке это все уберется уйдет и будет красивая работа в оформлении вот такой вот красивый сэмплер мне конечно очень нравится было бы побольше таких интересных масштабных дизайна в такой технике наверное бы все вышло очень душевная очень красивая работа так давайте посмотрим что же у меня дальше дальше я хочу вам показать некоторые свои покупки которые я совершила а стоник рик коллекшн я купила вот такую вот красивую схему очень нежный дизайн просто роскошный велкам здесь довольно большая палитра цветов очень красивый должен получиться сэмплер используются ниточки анкор кринник джентл арт есть схема также dmc пожалуйста можно выбирать и уже на ваше усмотрение решать какой же гамме ниток вам вышивать очень красивый дизайн и мне он очень нравится очень хочется вышить вторая схема тоже от этого же производителя стоник рик а вот такой вот рождественский сэмплер очень красивый очень такой нарядный и в то же время очень нежно используется здесь разные виды стежков тоже большая гамма ниточек здесь идет используется также glissing gloss очень красивые нитки rainbow blending thread color wash дизайн биц это бисер и конечно же размеры то здесь тоже указано в зависимости от формата на здесь идет аида по 17 каунт но я буду вышивать на они и размер получается 18 каунте 34 на 16 сантиметров а и до 14 если вышивать 44 на 20 вот эти три схемы я планирую мне еще на и схема вышивать на не поэтому я думаю будет здорово смотреться и третий вот такой вот дизайн с бабочкой это прям моя любовь любовь просто запал в душу эти цветы это роскошная бабочка просто роскошный дизайн мне очень хочется поскорее вышить вот такая вот у нас гамма здесь меньше всего цветов чем других схемах но очень красивый получится дизайн приблизительно размер если высевать на двадцать восьмом каунте айсблу джеблан через две ниточки будет размером 18 и 9 почти 19 сантиметров 35 и 7 36 сантиметров очень красивая схема вот такая вот белых верю ну просто замечательная вот такие вот три схема они все в одном стиле мне очень нравится что они очень разные но в то же время одинаковые по одному по одному направлению появилась у меня еще вот такая вот схема тлэй же артс spring гатрин вот с такими роскошными зайчиками прям такой пасхальный сюжет здесь идет цветная схема и здесь что удобно каждому сюжету на страничке идет своя своя гамма да не так ключ поэтому это как бы очень удобно вот такой вот красивый дизайн с цветами разные зайчики кролики очень красивый кстати оформлен буклет вот так вот называется spring гатринк очень красивая работа и дизайнер донна вермельян джампа вот она очень красивый сюжет здесь вот еще есть образцы как бы других буклетов но мне вот пока вот этот больше всего понравился и у меня еще закрылся мой сет по сэмплером отель гувернер у меня был вот такой вот рождественский сэмплер из которого я использовала вот эту вот красивую гирлянду для своих сант и и хочу вам показать какие у меня еще приобрелись сэмплеры вот такой вот роскошный совершенно с розами сэмплер будет очень большой масштабный этот набор у меня на льне поэтому работа будет конечно роскошная совершенно великолепная палитра ниток видно что он будет очень такой контрастный эффектный и еще один сэмплер вот в таком стиле ну во очень нежный по цветовой гамме смотрите какие красивые благородные оттенки тоже вышивается на одни размер 60 на 82 очень мне нравится набор уже включена иголочка джон джеймс и получится вот у меня такой дизайн есть у меня еще один дизайн монохром с ангелочками вот но я его уже когда-то вышивала и он не остался только в электронном формате планирую тоже для себя вышивать но другой наверное гамме потому что оригинальный набор я уже вышила мне хочется что-то другого немножко у меня здесь затруднения вышли вот по основе для этого зимнего рождественского сэмплера то ли мне сохранить общую стилистику и вышить все эти сэмплеры на одной на одном цвете льна там белый или антиквайт антикварный белый или же мне все-таки вышить так как у меня были вышиты санта потому что в сантах используется дизайн по гирляндой да в рамочке но проблемка в том что такого цвета 36 каунта к сожалению нет у меня санта вышивались на основе twilight blue и он есть только в 32 каунте я попробовала найти что-то в 36 каунте вот такой вот смок blue но он совершенно другого оттенка и больше всего подходит вот этот цвет это называется антик blue 36 каунт от пермина но он конечно тоже отличается но это если только в том случае если мне очень близко работы с сантами вот этот сэмплер оформлять картин оформлять стены если же картины будут висеть на разных стен то в принципе эта разница но не страшно и вот может быть у вас какая-то идея возникнет мне что-то подскажете но мне кажется что все таки может быть попробовать его вышить на все таки на этой основе потому что они у меня не будут висеть три картины одновременно в один сезон потому что это зимняя тема а это цветочная тема которая больше подходит для весны лета или осени поэтому в принципе наверное может быть вышивать на основе антик blue уже вот готова есть отрез довольно сложно было его найти потому что этот цвет уже не выпускается потому что если переходить на 32 каунт twilight blue работа будет очень большая получится очень большой сэмплер он так уже на 36 каунте получается размер у него 66 на 60 а так еще увеличится почти ну наверное сантиметров на пять поэтому если если я перейду на 32 каунт в общем вот как то вот пока в раздумьях я хотя уже скоро новый год думала в этом году мы вышить но не знаю вот такие у меня были покупочки очень интересные по стилистике они все конечно разные но в любом случае а все эти наборы меня радует схемы тоже очень радует и я надеюсь что в ближайшее время я что-то начну вышивать и уже оформлять подбирать набор нитки и материалы вот для этих схем я также уже начала работать вот над этим дизайном вот дженни один крести но дело в том что я не смогу вам показать процесс работы над этим дизайном дело в том что уже не есть свои мастер-классы и в ее инструкциях и на ее сайте везде написано что покупатель клиент не имеет права показывать сборку этих наборов поэтому вы можете посмотреть на моем в моем предыдущем выпуске комплектацию этого набора и будет только конечный результат я уже хочу конечно вышить и саму птичку игольницу и конечно же основу вот этот вот холмик из мха который вышивается на шелковом вельвете и уже показать вам готовую сборку меня будет очень красивая основа потому что этот деревянный как бы кейс основа мне не очень подходит для моего интерьера я подобрала кое-что другое и тоже очень красивое я надеюсь вам понравится здесь конечно очень много новых стишков не так очень подробно инструкции приходится очень много читать очень много изучать это тоже требует время но я себе в качестве разгрузки взяла вот этот вот сэмплер рефлю десуа я буду параллельно вести эти две работы и думаю что одна на одной работе я буду усердно трудиться на второй буду отдыхать работа вот эта тоже будет очень большая и мне тоже хочется ее оформить в пару к моему белавт сэмплеру чтобы в будущем их оформить в одинаковом стиле вот такие вот у меня ближайшие планы мои покупки надеюсь вам все понравилось я благодарю вас всех за ваши отзывы комментарии за ваше внимание за ваши вопросы и надеюсь увидеться с вами в следующих выпусках пишите я читаю ваши комментарии желаю вам всего самого наилучшего прекрасного настроения и увидимся в следующих выпусках всем до свидания